Люблю читать. Но к сожалению с годами на книжке остается все меньше и меньше времени. А интересные книги все продолжают и продолжают выпускаться, и получается, что количество книг которые хочется прочесть только увеличивается, и никаких шансов управиться с этой кучей до конца жизни по сути нет. Чтобы хоть как-то начать решать проблему, хочу попробовать вместо обычных книг перейти на аудиокниги. На самом деле прослушивание аудиокниги занимает намного больше времени, чем ее чтение. Ну вот например я сейчас пытаюсь прочитать Total Recall, автобиографию Арнольда Шварценеггера. В книжке 851 страница, а не сокращенная полная аудиокнига звучит почти сутки. Не знаю как вы, но я в состоянии прочитать 850 страниц за гораздо меньшее время. Но это надо сидеть и читать, не отвлекаясь. Аудиокнига же позволяет для чтения задействовать то время, когда обычную книгу читать вряд ли получится. Ну например пока введете машину, или переходите с одной станции на другую, или бродите по магазину, да вообще просто гуляете, не говоря уж о мытье посуды, уборке и других домашних делах. Так вот и получается, что хотя аудиокнига требует больше времени для прослушивания, чем требует обычное для прочтения, вы можете делать это гораздо чаще и куда эффективнее используя время, затрачиваемое на другие занятия. Плюс никто не мешает немного ускорить воспроизведение, это ведь не музыка. В своем видео на тему экономии времени на просмотры кино я наглядно показывал, что при увеличении скорости в полтора раза диалоги остаются легко понимаемыми. Тоже справедливы и для аудиокнижек, правда при ускоренном воспроизведении они все же требуют вдумчивого прослушивания. Но с другой стороны, увеличение скорости воспроизведения в полтора раза означает, что та самая книжка про Шварценеггера займет не 24 часа, а на треть меньше 16 часов. Итак, решено. Будем слушать аудиокнижки. Тем более что выходят они сейчас одновременно с бумажными и электронными версиями книги. И если с программами для их прослушивания на мобильных устройствах все более-менее понятно, то вот под Windows мне толком ничего найти не удалось. Попробуем воспользоваться тем, что уже у меня установлено. Музыку я слушаю через Fubor 2000. Увы, он не запоминает позицию, то есть при каждом повторном запуске вам придется вручную проматывать книжку до той позиции, где вы остановились. Был вроде бы плагин, который умеет делать закладки, но к сожалению в последних версиях он просто вешает программу. Да и часы в плеере явно не предназначены для отображения многочасовых файлов. Следующий кандидат VLC Player, который я использую для просмотра видео. Он тоже не запоминает позицию, на которой вы остановили прослушивание. У VLC есть какой-то механизм закладок, но лично у меня после перезапуска плеера все они пропадают. Есть какой-то написанный на Lua плагин, добавляющий нужный функционал, но при каждом новом запуске этот плагин надо активировать. Ну в общем лишний геморрой по нажиманию лишних кнопок непонятно почему. Поэтому я решил поставить для аудиокниг отдельный плеер SM Player. Он умеет запоминать позицию, где вы остановили прослушивание в прошлый раз. Кроме того, он ведет историю последних открытых файлов, так что после запуска плеера вам достаточно лишь выбрать этот файл, и воспроизведение начнется само, с того места где вы остановились в прошлый раз. Возможно было бы удобнее если бы воспроизведение начиналось прям сразу после запуска плеера без необходимости дополнительно что-либо нажимать, но так тоже ничего. Скорость воспроизведения легко регулируется, так что если диктор читает так медленно будто в штаны навалил, то его легко ускорить. В общем, SM Player лучший проигрыватель аудиокниг из тех что мне удалось найти, к тому же бесплатный.